Здравствуйте, меня зовут Александр Воробьев, и сегодня я хочу поговорить о миниатюрных джинголовках. Эта тема хорошо известна тем, кто ловит очень часто либо прудовую форель, либо занимается микроджигом. Мне знакомы три варианта, скажем так, с латунной огрузкой, со свинцовой огрузкой и с вольфрамовой огрузкой. Вот сначала я хочу поговорить про огрузку. Самые распространенные, наверное, это свинцовые либо вольфрамовые. Вот, латунные это больше уже среди самодельщиков распространены. В чем же основное отличие? Отличие в плотности материала. Если латунь у нас самый легкий материал, вот такая джиголовка будет весить 0,4 грамма. Вот такой же размер вольфрамовой джиголовке. И она весит уже 0,8 грамм. Казалось бы, одинаковый размер, но разница по весу вдвое. Свинец же занимает где-то промежуточное положение. Вот. И, как бы, преимущество свинцовых головок только в том, что они дешевле, чем вольфрамовые. Но есть, ну, почему же все-таки вольфрам лучше, да? Вольфрам лучше именно за счет своей миниатюрности. То есть, если мы возьмем один и тот же твистер небольшой, да, будет смотреться на джиголовке с большой дробиной, да, и на джиголовке с маленькой дробиной. Понятно, что на джиголовке с маленькой дробинкой он смотрится гораздо симпатичнее, и рыба на такую приманку клюнет быстрее. Соответственно, на большой джиголовке, то есть у нас сильно она уже оказывает влияние на сам размер приманки, вот, и, возможно, будет как-то негативно сказываться на игру. Вот. Естественно, чем меньше объем приманки, тем лучше. А самый маленький объем при одинаковом весе будет у вольфрама. Поэтому, и вот именно поэтому у меня 95% джиголовок в моей коллекции все вольфрамовые. И только для исключительных случаев там есть свинцовые, либо латунные. Теперь перейдем к крючкам. Во-первых, крючок должен быть правильной формы. Что значит правильной формы? Форма крючка должна максимально соответствовать тем приманкам, которыми чаще всего вы пользуетесь. Вот, например, если мы перейдем к форелевой ловле, основные форелевые приманки. Вот здесь у меня приведены два червяка там и две личинки. Размер крючка на всех этих приманках одинаковый. Это крючок номер шесть. И он хорошо подходит, как видно, ко всем четырем этим приманкам. И к большой личинке, и к маленькой. То есть достаточно у нас свободно жало для подсечки. И сильно не портит компоновку крючка, компоновку всей приманки в целом. И также он хорошо подходит к червям. Как и к небольшому червяку, так и к довольно большому. Это что касается пример правильного насаживания. Что значит неправильное насаживание. Приманка не подходит. Вот здесь у меня есть, допустим, вот такая приманочка. Мы видим, что размер крючка явно недостаточен. Желательно, чтобы и длина была чуть побольше. Чтобы он был чуть ближе к холосту. И само расстояние между приманкой и жалом было больше. Чтобы рыба лучше засекалась. На такую приманку будет очень много холостых поклевок. Либо рыба будет сходить. То есть это неправильный пример. Еще один условно неправильный пример. Для этой приманки, для этого трестерочка, такой крючок будет слишком большим. Он слишком сильно выступает уже за границей приманки. И это никуда не годится. То есть просто рыба будет ловиться, клевать на эту приманку реже. И она очень часто будет цеплять со дна всякий хлам. То есть такая компоновка тоже недопустима. Поэтому надо следить, чтобы... Те, кто ловит, наверное, знают. А те, кто пытается освоить эту ловлю, должны понимать, что размер крючка должен соответствовать используемым приманкам. Еще один момент, на который нужно обратить внимание, это толщина крючка. Казалось бы, что здесь такого необычного. Да, все крючки примерно одинаковые, но не совсем так. То есть бывают крючки более тонкие, бывают из более тонкой проволоки, бывают крючки из более толстой проволоки. А в чем здесь подвох? Если у нас крючок из тонкой проволоки, то такой крючок будет уже часто резать приманку, то есть резать сам силикон, особенно в момент поклевки, вываживания рыбы. И приманка будет быстро приходить в негодность. Гораздо быстрее, чем на крючках с нужной толщиной. Если же крючок у нас, наоборот, более толстый, чем нужно, то в этом случае проблематично будет насадить маленькие приманочки. Вот такого плана, да, уже они будут рваться из-за того, что толщина крючка большая. И при насаживании приманка просто будет рваться уже. Вот. Это тоже нужно понимать. И вот для такой ловли, с моей точки зрения, оптимальная толщина крючка где-то порядка 0,6-0,7-0,8 миллиметров. Еще один момент, третий уже, да, это острота крючка, скажем так, скажем, его жало. То есть, ну, я думаю, все согласятся, что жало должно быть острым. Ну, и на большинстве крючков оно действительно острое. Вопрос в другом. Вопрос в том, насколько долго оно будет сохраняться острым. На некоторых крючках жало довольно долго остается острым и не тупится. На некоторых крючках оно буквально после там одной-двух поимки может затупиться. Связано это прежде всего с правильной заточкой. Как правило, лидирующие производители крючков применяют методы химической заточки. И именно такая заточка позволяет крючку максимально долго сохранять свою остроту. Ну, и в-четвертых, крючок должен иметь правильную закалку. Что это такое? Это вот те самые пружинищие свойства, которые позволяют крючку под нагрузкой немножко сгибаться, но в то же время держать свою форму. То есть, с точки зрения подсечки рыбы, нам нужно, чтобы крючок сохранял свою форму и не деформировался. А с точки зрения вываживания рыбы, то есть, желательно, если крючок будет слегка подпружинивать. И таким образом не ломаться. Перекаленный крючок, он, вот буквально мы чуть-чуть его можем согнуть, там буквально там руками, и он у нас сломается. Это как бы минус. Правильно закаленный крючок должен иметь пружинищие свойства и позволять себя немножко отклонять, и в то же время возвращаться в исходное положение при отсутствии нагрузки. Как ни крути, крючок на рыбалке – это самое главное. Поэтому я рекомендую пользоваться крючками проверенных производителей. Для наших джигголовок мы используем крючки японской фирмы Maruta. Эти крючки удовлетворяют всем указанным выше требованиям. Если же вам не хватает каких-то размеров, форм, либо весов, то всегда можно сделать джигголовки самостоятельно. Это не так сложно. Самый простой способ – это подмотать немного ниток к ушку крючка и посадить на суперклей вольфрамовую головку. Второй вариант, который мне известен, это если у вас есть двухкомпонентный клей, на гелевой основе мы крепим крючок и потом закрепляем его распылителем. Но мне больше всего нравится третий способ. Я джигголовку паяю. Это, с моей точки зрения, пусть и немного более трудоемко, но зато самый надежный способ и уже ни при каких обстоятельствах она у меня не будет проворачиваться на крючке. В принципе, это все, что я хотел сказать. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте, обязательно на них отвечу. А если вам будет интересна тема с изготовлением джигголовок самостоятельно, то тоже обращайте внимание. Может быть, мы снимем на это отдельный ролик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok